ТОП 7 ошибок в жизни человека от проекта Магнит Ошибка номер один. Не могу создать что-то новое. Мы часто думаем, что придумывать что-то новое не имеет никакого смысла, так как всё давно уже придумано, изобретено, ну чего нам париться. Если допустить, что это так, то во всё новое всегда можно привнести что-то своё, не так ли? Так что не нужно вешать нос и опускать руки, главное всегда искать. Искать то, что тебе по душе и двигаться в этом направлении. А там и глядишь, что-нибудь да и откроешь. Ошибка номер два. Мои проблемы сами разрешатся. Это заблуждение очень распространено. Мы порой грешим тем, что вовремя не решаем свои проблемы, полагая, что они сами рассосутся. Или что ещё лучше, за нас их решит кто-то другой. Но увы, не всё всегда происходит так, как мы хотим. И нужно принять тот факт, что разобраться с собственной проблемой можем только мы сами. Ведь кто, если не мы, посвящены в мельчайшие детали собственной жизни? Ведь кто, как не ты, знаешь себя лучше всех? И лучше не откладывать проблему в долгий ящик. Ведь признайтесь, часто мы бываем очень ленивы. И проблема так и остаётся лежать в ящике до лучших времён. Также хочется добавить, что порой наше воображение сильно всё утрирует. Всё не так плохо, как нам кажется. От меня ничего не зависит. Но что я могу поделать, это судьба, часто говорим мы. От меня мало что зависело. Ведь на всё воля Божья. Да, безусловно, это так. Но ты забываешь, что в тебе есть частичка Бога. А значит, на всё воля твоя. И именно от тебя всё и зависит. Просто нам нравится всё списывать на судьбу и занимать позицию типа «Кто я? Я ни при чём!» В то время, как мы и есть причина всего. Главное – просто много работать. Вы спросите, почему это утверждение ошибочно? Потому что оно неполное. Если дополнить его, то оно будет звучать так. Главное – просто много работать, делая то, что нравится. Сколько вы протянете, делая ненавистную вам работу? Правильно, недолго. В конечном счёте, вы или уволитесь, или стиснув зубы, будете всё терпеть. Так что мало просто много работать. Это должно ещё и нравиться. Депрессия – это нормально. И ещё одно распространённое ошибочное мнение. Возникло же оно от того, что мы, видя, как все вокруг страдают, депрессуют, мы решили, что это нормальное явление. В то время, как это в корне противоречит нашей природе. Депрессия возникает чаще всего из-за того, что мы чего-то не имеем. Мы хотим машину, денег, дома, статуса. И всего этого нет. И мы в какой-то депрессии чувствуя, что мы какие-то неудачники или что-то с нами не так. Из-за того, что никак не можем найти своё место в жизни, или наладить отношения с людьми, или не имеем рядом вторую половинку, одним словом, причин для страданий найдётся предостаточно. Но спросите себя, нравится ли вам состояние подавленности, уныния и отрицания жизни? Вам нравится мучить себя и доставлять самому себе боль? Так зачем вы допускаете депрессию в вашей жизни? Ведь всё, что происходит, всего лишь игра. Игра, ребята, через которую мы познаём себя. И порой нам необходимо столкнуться с плохой ситуацией, чтобы что-то понять. Но уж точно не делать из этого повод для депрессии. Обвинения окружающих и жалобы на обстоятельства. Часто можно слышать, как мы жалуемся на своих родителей, дескать, они нам ничего не дали, а вон родители друга всем его обеспечили. Или как мы клянём свою страну, в которой проживаем, дескать, всё она, с её нестабильным рублём и кризисом. Но оглянитесь вокруг. Разве нет успешных людей из неблагополучных семей? Разве нет миллионеров, рождённых в слаборазвитой стране? Наверное, в отличие от нас, эти ребята не жаловались, а делали максимум из того, что могли, ибо понимали, что жалоба бессмысленна, а действие всегда наполнено смыслом. Вот перееду и всё наладится. Не факт. Часто мы пытаемся куда-то сбежать, но мы забываем, что куда бы мы ни пошли, мы возьмём с собой самих себя. Дело не вместе, а в тебе. Ты можешь обрести гармонию, живя в городе, а можешь страдать, лёжа на берегу океана. Ты можешь убежать в горы и медитировать сутками, при этом мучиться изнутри, а можешь просто жить там, где живёшь, но обретя гармонию с собой и окружающим тебя миром. Важно запомнить, место значения не имеет. Единственное, что имеет значение, это то, как ты чувствуешь себя внутри. И напоследок хочется сказать, будьте магнитом, притягивайте в свою жизнь всё самое лучшее. До скорого. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин